здравствуйте друзья нас спрашивают периодически на канале что там с нашей стройкой и собственно стройка подошла к концу и мы сейчас занимаемся тем чтобы оборудовать вот это жилое помещение в частности это все-таки спальня master bedroom и соответственно там вот кровати например сегодня нам завезли с утра рамы которые надо собрать матрасы тоже завезли из разных мест так что такое есть заодно они забрали старые матрасы и соответственно там начинается перестановка то есть поскольку мы из той спальни где мы спали мы переезжаем в новую соответственно та спальня которая была спальней теперь будет моим офисом то что было моим офисом теперь будет гостевым bedroom поэтому начинаются такие как бы вопросы с мебелью вот если вы видели на днях я в сан-франциско был в мебельном магазине и там владелица магазина марина рассказывала там о том что люди покупают в мебельном магазине мы там кое-что тоже приобрели вот в связи с этим то есть идет такое как бы внутреннее обустройство и мы со светланой договорились что мы мы не будем там значит уже показывать что внутри как бы это личное пространство поставили из последнего поставили натяжной потолок в ванной комнате беленький такой хороший праздничный такой отражающий там все это отражается снизу вверх там все очень здорово свет вот и впереди у нас будет благоустройство как бы участка но это на подходе вот где-то она там впереди а так вот все остальное практически готово единственно что там кое-чего должно быть закончено снаружи тоже то есть там водосток должен быть немножко доделан и там еще верандочка такая наружная и вот когда это все дойдет до логического конца это произойдет на следующей неделе там были некоторые причины почему нельзя было быстрее сделать в общем когда это дойдет до логического конца придет комиссия которая все это примет и так сказать официально все это пойдет на рекорд там в городские книги и там наверное нам немножко поднимут налог на недвижимость то есть я как-то переоценят связи с тем что там это все даст достроилась то вот так и такой процесс а так собственно все все готово все завершилось и мы как бы уже больше снимать не будем я не знаю может быть когда лэндскейпинг сделается вот как это зеленая часть вот но там надо земли много двигать там большие планы там как бы грамотный народ подключился там спланировали и так далее то есть там такая какая-то масштабная работа предстоит уже беседочку привезли которая там будет потом собрана она пока лежит в таких коробках вот так что стройка она только начаться может закончиться она как она закончится даже не знаю в общем может быть мы еще забор соседом поменяем даже не знаю чего сказать или поменяем или не поменяем там или поменяем за свой счет после явно тот который есть платить не хочет а может быть он хочет продать такое ощущение что он дом в продаже готовит может быть новые заходит в общем еще раз это процесс почти бесконечный вот но в основном все что мы хотели сделать мы сделали этот дом в котором мы собираемся жить долго и мы специально его как бы достроили для того чтобы покрыть наши потребности для жизни как бы на пенсии то есть мы пока не собираемся но ну через десять лет соберемся во всяком случае потом ретарминг это не когда ты реально перестал что-то делать а когда ты это можешь сделать в любой момент в эти вот как бы для того чтобы быть готовым в любой момент отойти от дел значит вот надо иметь какие-то тылы вот этот дом является одним из таких тылов вот мы собираемся в нем жить и мы мы не будем его перепродавать или там что-то с ним такое делать это не дом для спекуляции то есть вот строительство которое там идет это строительство под наши конкретные потребности вот этот дом на двоих человек с тем что могут там прийти я не знаю может заночевать внучка там или какие-нибудь гости могут приехать там небольшом количестве вот это такой примерно дом вот наверное и все мы как бы завершаем тему стройки вот за исключением возможного сюжета о том как развернуться работы по благоустройству участка так в целом и в общем и в целом мы эту тему закончили счастливо